Не только добру, но и житейским понятием, например, что такое дружба, на эту тему. И поговорим с гостем нашей программы, психологом Андреем Желомкиным. Нарин Иванович, доброе утро. Доброе утро. В каком возрасте понятие дружба вообще входит в жизнь ребенка? В любом. Дети учатся у родителей, у прочих значимых, у взрослых. Если родители, взрослые, окружающие ребенка, способны дружить, демонстрируют и на самом деле дружат. Вот таким образом ребенок усваивает. Что такое дружба? Мне просто интересно, он понимает, что это дружба? Ну, то есть, понятно, сейчас в садик мой, допустим, сын ходит, у него есть парень, с которым они приходят, они сразу здороваются, куда-то вместе бегут сразу, смотря кто первый пришел, сразу встречает, обижали. У них это без понимания дружбы происходит, без какого-то осознания? То есть, просто... Или они прямо вкладывают в это дружбу что-то? Они же не понимают, наверное, значение этого слова. То есть, они его чувствуют. Тут симпатия просто или дружба? Два разных вопроса. Ну, по мере того, как ребенок осваивает язык, у него могут формироваться разные понятия. Понятия, суждение, умозаключение, в том числе на тему дружбы. А до того, как ребенок освоил язык, существует такое понятие невербальный интеллект, несловесный интеллект, на уровне ощущений, каких-то умений, навыков. Естественно, дружба входит раньше, чем он начинает понимать. А вот как понять, ребенок симпатию у тебя испытывает или хочет дружить с тобой? У подружки у меня дочка говорит, Гуля, мы с тобой подружки. Но если ребенок не говорит, мы с тобой подружки или мы с тобой друзья, как понять, симпатия или дружба? Ну, во-первых, лучше, может быть, не спорить с ребенком. Если он даже заблуждается, но он себе внушает, что он дружит, ну, пусть с этого начинается его, скажем так, вхождение в мир дружбы. Вместе с тем, ну, для каждого возраста существуют, наверное, свои особенности того, что можно называть дружбой, да? Дети, может быть, начинают осваивать этот мир дружбы с чего-то маленького. И если у данного ребенка дружба есть нечто такое, что для нас, может быть, кажется несерьезным, ну, то, наверное, правильно все-таки скорее согласиться, да, и поддержать ребенка, или, может быть, дополнить его представление о том, что такое может быть дружба. Родителям стоит как-то помогать ребенку своему найти друзей? Если это не происходит каким-то обычным способом, да? Само по себе. Да, само по себе. То есть в садике вот ребенок все время один, допустим, да, ни с кем не общается. Ему нужно как-то помогать? Угу. Ну, скорее, да, чем нет. Особенно, если на то есть необходимость, допустим, существуют какие-то формы дезадаптации, вот ребенок только пошел в садик, не все же дети могут очень быстро адаптироваться, да, к новой среде. И на этом этапе, может быть, если естественным образом не происходят контакты, не заводится дружба, может быть, деликатно подтолкнуть, деликатно управлять этим всем процессом. А если родители наблюдают, что это происходит естественным путем, и опасностей такая дружба не таит, то, может быть, даже в некоторых ситуациях не стоит и вмешиваться. Единственное, деликатно направлять, когда родители наблюдают какие-то отклонения, какие-то опасности, повторюсь. Ну вот, если все-таки, знаете, часто же такое бывает, да, друзья или подруги, один такой вроде как бы скромный тихоня, да, а второй такой сорви голова, да, ну и у девушек то же самое бывает. Вот в этом случае стоит вмешаться родителю? Ну вот, сорви голова и лидер, да, тут я бы немножечко разделил. Бывает лидер конструктивный, а бывает лидер по типу сорви голова. Ну да. Что можно вложить в понятие сорви голова? Ну, наверное, многое. Можно иронично и любовно назвать какого-то лидера. Мальчишку там, девчонку режу, ну, девчонку, я знал такую девочку. Сильно бойкую. Девочку, да, в группе, какую посещала дочь, детсадиковская группа. Вот, если в понятие сорви голова входит какое-то отклонение от социальных норм, то, конечно, стоит контролировать отношения с таким ребенком, лидером. А самому по себе вот отношения лидера и подчиняемого, ну что же, оно и во взрослой жизни присутствует, и существуют же конструктивные примеры того, как лидер и ребенок более подчиняемый, да, скажем так, строят отношения. Лидер, он занимает свою роль, ведет, подчиняет. Да, ну как и во взрослой жизни. Вместе с тем, у ребенка, который, может быть, на данный момент еще не лидер, у него уже есть возможность не только следовать, но и учиться на примере лидера каким-то лидерским качеством. Поэтому тут от ситуации зависит, если ситуация не таит в себе опасности, например, ввержение в зависимость от лидера. Такую зависимость неконструктивную, когда вот ведомый теряет даже себя, какую-то часть личности. Он начинает повторять. Он начинает повторять какие-то неконструктивные вещи, какие-то грубые формы манипуляции, может, лидер себе позволяет. Вот тогда стоит родителям, наверное, обращать внимание, в некоторых случаях даже вмешиваться. Ну вот если даже, я имею в виду, если сам ребенок уже говорит, допустим, запрещаешь как-то общаться, не знаю, как мягко это сделать, не травмируя психику ребенка, как вот его, я не знаю, ну как ограничить, да, от общения с этим ребенком, если они тем более в одной группе в садик ходят. Вот по поводу мягкости и твердости я бы хотел выразить свое мнение, хотя с моим мнением часть, даже коллег соглашаются, часть не соглашаются. Поведение родителя, воспитательное поведение родителя, может быть как мягким, так и твердым. Это зависит от уровня опасности и возможностей, которые таит в себе данный контакт с данным партнером, там, лидером в данном случае, вы привели пример. Если там существуют серьезные опасности, родитель, ну, наверное, не только имеет право, но и призван быть твердым, и даже где-то очень твердо, и ограничивать, и вести за собой ребенка. А когда ситуация не требует того, когда ситуация не предвещает, повторюсь, опасностей, да, никаких, ну, тогда мягкости, деликатности. Ну, тогда давайте другую ситуацию рассмотрим. Мы поссорились со своим лучшим другом. Да. Как должны вести себя родители, и, быть может, чего они не должны делать и говорить ребенку? Ну, да, вот ситуация такая довольно-таки типичная. Часть детей, она травмирует. Часть детей относится к этому, как к чему-то такому, что бывает в жизни. Поссорились, поссорились. Да, ссора, ссора. Это то, что происходит порой в взрослой жизни, в детской жизни. И нужно наблюдать, как реагирует чада. Если чада не травмирован, посочувствовать, и на этом ограничиться, проконсультировать, каким образом он может примириться, если он некомпетентен, допустим, попробовать проконсультировать деликатно. А если он травмирован, да, и переживает, ну, естественно, поддержать, посочувствовать. Медики говорят, квантум сатис, ну, я врач по образованию, да, столько, сколько необходимо это было бы сделать. То есть поддержать в любом случае. Поддержать в любом случае, да. Самое главное, не оставаться безучастным. Не оставаться безучастным, вместе с тем, ну, вот не переборщить, понимаете? То есть участие же, знаете, может быть... Ну, вот опять к слову о золотой середине. Андрей Николаевич, спасибо большое за ваши советы. Всего хорошего. Спасибо, что пришли. Вам большое спасибо. Большое удовольствие было пообщаться.